Развитие индустрии требует все больше квалифицированных кадров. В Донецке учится каждый четвертый. Здесь есть университет, педагогический, политехнический, медицинские институты, десятки профессионально-технических училищ. Друзья, вот сейчас мы приехали и привезли 150 продуктовых наборов. Это, ну, тут, короче, октябрьские они услышали. Сами все слышали. Здесь ужасно, громко. Вот буквально 10 минут назад сюда прилетали снаряды недалеко. Так что постараемся побыстрее разгрузиться и испетлять. В 6.07 вчера было тут прилеты страшные. А куда? Миргородская, Жуково, пересечение первое. И два зажатые где-то. Горная, по-моему, сказали. Ой, не зажатые. Мы специально не собираем здесь людей. Почему? Потому что идеально. Просто прибежали, схватили и текать назад домой, потому что в каждую минуту может прилететь снаряд. Надо побыстрее к кому-то выгрузиться. Люди очень благодарны. Потому что когда я ходила вчера по дворам, собирала списки, люди о вас знают и очень благодарны, что вы оказываете такую помощь. Очень многие ни разу вообще не получали помощь. Люди живут здесь. Но о вас знают. Спасибо. Это людям, те, которые жертвуют свои средства. Вот им спасибо огромное. Благодаря их поддержке мы привозим помощь. Спасибо, конечно. Продолжаем быстро погружаться. Что-то очень быстро. Давай. Так, периодически. Пару минут тишины. Друзья, огромное спасибо вам. Низкий вам поклон за все. Что вы помогаете людям, которые реально здесь живут под сильнейшими обстрелами. Вот все мы выгрузили. Спасибо. Спасибо. Огромное-огромное. Не ожидали так быстро. Да? Ну, мы стараемся. Очень вам благодарны. Спасибо вам. Это благодарны тем людям, которые вот перечисляют денежные средства. Сильняя блажечка рулит и перевоплощается в товары. Под обстрелами такими привозите. Большое вам спасибо. Кто, кроме нас? Никто ж сюда не приезжает вообще. Все ж привыкли, извините за выражение, где-нибудь в центре дают по-тихому это, чтобы безопасно. А чтобы те, которые реально нуждаются. Это тоже небезопасно, но все равно. Это не то. Это не то. Ну, реально люди нуждаются. Там есть цивилизация. А здесь ничего нет. А у нас ни цивилизации, ничего нет. Я в Польше инфу так плохо справлюсь. Я вас узнала. По телевизору. Ой, я говорю, это колесо. Спасибо вам. Спасибо. Большое-большое. В общем, будь добру. Вот сейчас мы машину повредили тебе, да? Да, и он. Гадажно. Вон видите, что творится, друзья. Вот мы приехали на Спардак сейчас проведать людей. Хотя бы выяснить, связи нету здесь. Все переживают, что случилось. Кайбаж весь подсечен. Дома опять побиты. Это вчера случилось, да? Да. В 12-30 часов купили. Да? Да. Кайбаж весь побитый, да? Успели попрятаться, хоть никто не пострадал. Да. Все в подвале были. Все перебито. Ни света, ничего здесь. Ну, тут не было его особо. Машину твою разбили, да? Жесть. А с той стороны? Ну, еще. Да вон, видите, какие тут снаряды прилетали. Дом вокруг. Вот там квартира, дом. Там дом. Ну, сарай это. Ну, короче, разбили конкретно вас. Именно по этому участку. Там, где люди живут именно. Вот именно здесь. Вот солдаты стояли. А сейчас живут тут только люди. Мимо дерева, но попали прямо в дом, да? А здесь, если это не дерево, то точно такое попадание. Несли бы дом к чертовой матери. Ну, вон. Спасибо, Дима. Тяжелые прилеты, все разбито. Трэш. Просто полный трэш. Это Спартак, товарищи. Трэш. Трэш.